здравствуйте добро пожаловать на канал на галина jewelry меня зовут елена и я занимаюсь созданием украшения ручной работы сегодня хочу показать вам что пришло мне с алиэкспресс пожалуйста посмотрите на вот это все великолепие думаю времени это займет подольше чем обычно мои отзывы занимают потому что позиции много позиции интересные так что наливайте чаек кофеек какао все покрепче и приглашаю вас к просмотру давайте вместе рассмотрим как обычно у меня распаковываю за кадром чтоб не шуршать но рассматриваю вместе с вами так ну что давайте я сейчас сначала сначала покажу вам вот такие малышки это рондели и биконусы смотрите три позиции ронделей и одни биконусы мне пришли смотрите это маленькие-маленькие рондели посмотрите золотые серебряные и стальные и красные и тоже малюсенькие совсем биконусы а биконусы вот так показать биконусы опаловые все не просто прозрачная не узнаете похоже очень сильно на аппалит с таким вот эффектом красивые но рондели понятно красивые то ответе не блестящие такие все а вот эти биконусы очень красивые малышки их я взяла вышивку я оставлю ссылки под видео и укажу название потому что вот таких вот вещах иногда картинка ну вот смысле цвет на фотографии и цвет в живую не очень совпадает но вот живую мне они нравятся серебряные потемнее чем серебро то есть это больше такой стальной цвет наверное золото тоже такой более темное старое золото ну красный просто красный красиво и вот опаловые биконусы ну красивая мне понравится смотрите красиво так это такие малышки мне пришли теперь ну что кто меня немного знает то знаешь что я люблю гематит использовать вот смотрите взяла я гематит вот такой это треугольник посмотрите со скошенными углами посолить какие интересные цвета получается такого старого золота диаметром они это 6 миллиметров диаметром 67 миллиметров такие интересные вот такие я беру в качестве проставочных бусин они смотрятся хорошо вот это не прокрашенная часть тогда не нужно не видно не выцветают не окисляются ведь и нитка длинная здесь их много и смотрится очень хорошо вот именно в качестве такого металлических вот этих цветах классный гематит еще гематит это уже смотрите стрелы такие стрелы эти я уже взяла в вышивку цвет обычный золотой гладкий красивые в описании в ней рядом ссылка я укажу какой у меня размер вот ну так вот на скидку это сколько четыре наверное на 4 на 4 китая вот такие стрелы тоже довольно гематита вообще очень трудно ошибиться и кстати здесь вот прокрашена все и торцы вот эти две дырочки тоже прокрашена так еще гематит вот такой я брала в матовом золоте вот такие вот неровные кусочки знаете она вот по виду как галтовка когда вы берете камни до галтовку вот такой же он таком светлом золоте я брала такие же светлом золоте но матовые чудесно они смотрятся особенно когда нужно какую-то такую органичность придать украшению смотрите какие хорошенькие и за мне очень нравится кематит вот каждый раз не разочаровываешься прекрасного качества все красивые цвета прям довольно теперь ну что еще золотой покажем это уже смотрите это уже лава но посмотрите какая интересная это лава в цвете золото то есть смотрится на тоже таким античным золотом потому что прокрашена не все а вот эти дырочки они черные и лава это это кубики кубики эти размером не кубики прямоугольнички смотрите где там 12 на 4 4 миллиметра посмотрите какие интересные необычные хорошо смотрится хорошо сделано приятные они вот такие на ощупь брака я не вижу иногда знаете лава бывает с очень большими выбоинами прям с каратерами а это нет это такая аккуратная лава классная так следующий это посмотрите такая здоровенная нитка она больше чем 15 дюймов нитка это вот эта нитка это ракушка перламутр посмотрите как интересно сделано она гладкая вот с этих там где дырочка а вот здесь она не отшлифованная вот здесь то есть смотрится она вот как ну как такая дикая ракушка что ли больше если на беленькая вся аккуратненькая да размер у нее более-менее одинаковые то 8 миллиметров по моему диски но они такие немножко выпукло вогнутые немного разные по толщине все и вот это вот торец вот видно я думаю вам там он не обработанный очень интересно смотрится цена была недорогая и нитка здоровая опять же взяла в качестве проставочных бусины скорее всего под вот летние украшения особенно в морском стиле вот слушайте классные они там вот кстати на фотографии не совсем понятно вот именно вот это вот что текстурный получается торец вот но меня это не разочаровало ни разу мне кажется так даже интереснее они смотрятся если честно вот очень красивый перламутр присмотритесь тоже я довольна пока что вот удачно удачные покупки так теперь ну пожалуй самые такие вот интересные бусинки для меня когда я точно не знала совсем что придет это вот эти это какой-то агат в общем это натуральный камень он смотрите тут идет как будто как два цвета то есть он такой вот как глазки просвечивает видите он голубой и здесь вот такой белокоричневый такой полосатенький вот что напоминает вот мне тоже напоминает море то есть это что-то вот морское теньяшки все такое то есть я думаю с чем-то вот в моем мироощущении это вот должно идти куда-то там с перламутром с жемчугом наверное вот какие-то такие вот кстати да потому что они тоже они вроде как вот эти бусины они у меня кот тут рядом устраивается эти бусины они граненые но они не очень чтобы ровные знаете грубо граненые вот и вот мне кажется с такими тоже вот грубым ракушечником более они будут наверно неплохо смотреться вы что думаете ну в общем в живую они мне понравились давайте их рассмотрим получше вот смотрите ну вот начнем вот так да то есть здесь вот все хорошенькие цветом вот более светло такого синего до более темного вот есть одна видите здесь вот она то есть что-то тут случилось с ней немного такая вот не очень вот это немного такая щербатенькая бусинка ну вот это возможно не очень красивая хотя смотря куда смотря с чем вот это пожалуй совсем вот как-то тоже вываливается из общего ну то есть скажем так три-четыре бусинки такие не очень остальные хороши вот я не знаю мне кажется очень необычные и они на пластик не похожи только натуральный камень может и какой-то композитный материал знаете что-то но честно вот не знаю ну вроде вот знаете смотрится как будто по натуральному они такие тяжеленькие ну я не скажу что мне прям сто процентов принципиально потому что они были недорогие ну относительно да и смотрятся они хорошо то есть я вот их с удовольствием использую тоже наверное летом в какой-то вот летней тематике ой какие классные в общем довольна тоже я ими так теперь вот эти вот бусины вот эти бусины давно у меня лежали в корзине и я их увидела у Елены Краппи она их показывала я поняла что мне тоже надо в общем дождалась я там какой-то очередной распродажи на алиэкспресс и купила их бусины эти у меня по-моему десятка да 10 миллиметров это это вроде как гавлит с такими вот прожилками золотыми но что-то мне подсказывает что это в общем-то не натуральные они уж пульсно они какие-то какие-то вот композитные спрессованные наверное что-то такое по ощущениям вот они как-то не тянут в общем они на натуральный камень но что хочу сказать бусины очень ровные рисунок вот этот красивый он не прям ярко золотой то есть он действительно золотой но он такой золотой который видно при определенном освещении то есть он больше коричневый и отблескивает золотым это паутинка она похожая на каждой бусинки но разная в общем бусины мне понравились пускай там они натуральные какие-то но мне они понравились они вот правда смотрится очень красиво и вот такие бусины я тоже знаете вижу в каких-то летних украшениях как-то вот знаете ну посмотрите оно же вот оно все к одному да вот это вот белый коричневатый синий вот все куда-то туда да в общем я довольна красивые бусинки я их использую обязательно так это вот этот гавлит не гавлит в общем красивые красивые хорошенькие если просто на них вот смотрели туда это не похоже что это натуральный материал вот здесь да это натуральная ракушка вот здесь тоже похоже что это камни вот это ну как-то так с натяжкой но но красивые вот ну и они ровненькие аккуратненькие то есть я не знаю к чему придраться кроме того что это не натуральный камень скорее всего так теперь посмотрите жемчуг жемчуг у меня тут очень разный но здесь как-то вот я смотрю красиво смотрите начнем вот с этой позиции она самая дорогая она же натуральная ну не то чтобы он дорогой просто он подороже чем остальные смотрите это серый жемчуг серый жемчуг вот такой он немного неровный по моему 6-7 миллиметров он был заявлен бусинки ну вот он такой и есть знаете а цена у него была порядка пяти долларов за нитку ну собственно своей цене и соответствует ничего сверхъестественного но очень неплохо некоторые бусины такое ощущение что как-то вот терли то есть они не очень ну вот видно я думаю вам тоже да ведь они не очень гладкие некоторые бусины некоторые бусины гораздо лучше выглядящие ну в общем как бы так неплохо я его использую но наверное я такой больше брать не буду потому что я лучше заплачу подороже немного но куплю что-то вот получше чтобы можно было все бусины использовать или куплю жемчуг shell в сером цвете но из плюсов этого жемчуга серый цвет вот этот очень красивый вот прям очень красивый то есть он выглядит так вот как он выглядит там на картинке этот серый он правда красив ну вот я его использую ну помимо наверно таких совсем прям покоцанных жемчужин но я не могу его прям стопроцентно рекомендовать только если вам не нужен вот такой прям цвет но имейте ввиду что здесь где-то процентов наверное 20 вы не сможете прям использовать или сможете ну где-то вот на затылочную часть ставить как-то так потому что то есть нужно брать тогда этих ниток с запасом потому что те которые хорошие жемчужины они правда очень красивые но процентов 20 вот не очень красивых жемчужин они такие вот эти матовые прям в общем ну немножко конечно разочарование потому что я его очень ждала мне вообще нравится серый жемчуг самой лично вот ну ну так теперь смотрите вот это жемчуг это жемчуг шелл мне обещали ну я думаю наврали смотрите вот это вот жемчуг взяла я его почему-то совету потому что он якобы очень похож на жемчуг вот сваровский вот такой вот редисцентный голубенький вот сейчас давайте сравним так ну что значит взяла я этот жемчуг потому что якобы он очень по цвету был похож на этот жемчуг сваровский ну давайте цвет сравним ну как бы знаете вот вот как тональность она похожа но в живую видна разница потому что этот сваровский он видите какой он редисцентный он переливается в розовый все этот просто голубой то есть цвет красивый ну что цвет красивый бусинки ровненькие прокрашены неплохо но смотрите цена у него была как за жемчуг шелл а пришли мне по факту прокрашенные стеклянные бусины поэтому я могу его вам по рекомендовать только в случае если вы искали жемчуг вот именно такого цвета в остальном ну не шелл то есть стеклянные прокрашенные бусины вот то есть цена за него завышена раза в два ну вот я думаю ну в полтора так точно поэтому он симпатичный я его использую цвет красивый но больше брать честно говоря наверное не буду потому что я просто ну вот возьму голубой цвет в если только мне не нужен будет вот такой цвет вот я сделаю украшение и у меня вдруг будут заказчики говорить вот нам именно такой голубой вот тогда хорошо а так вот стеклянные жемчуг стоит все таки подешевле чем этот но красивый хороший они такие аккуратненькие бусинки и цвет красивый конечно такой немножко серо-голубой такой припыленный голубой красивый так еще жемчуг еще жемчуг у нас вот этот вот этот жемчуг классный это стеклянный жемчуг рондели серенькие цвет очень красивый они все ровненькие все хорошенькие хорошо прокрашенные вот и цена очень очень адекватная в общем вот этот жемчуг рекомендую беру уже не первый раз и каждый раз он там под заканчивается чего-то я его докупаю классный вот классный стеклянный жемчуг именно вот этот вот эти вот рондели и в белом цвете они хороши и в сером цвете они хороши ну давайте сравним их с вот этим серым ну видите вот видна разница да просто прокрашенный стеклянный жемчуг и вот этот ну конечно конечно вот это смотрится как натуральный жемчуг это смотрится стеклом цвет серый совсем другой вот этот очень красивый цвет вот прям знаете даже жалко что он он получше качеством а очень красивый цвет но ну что сделаешь что сделать чем отзывы такие вот невероятные просто как будто бы вот каждая бусинка в бусинке ну вот нет нет скажу я вам вот этот ну он классный вот для стеклянного жемчуга то есть него цена-качество вообще чудесный вот у этого на этот вот ну так неплохо неплохо но обидно цвет красивый так ну и еще жемчуг это у нас уже жемчуг стеклянный вот такого чудесного красного цвета прям ягодного цвета клюквы 3 миллиметра ну взяла я его понятно дело в плетение вышивку потому что жемчуг 3 миллиметра хороший красивый ровненький это надо поискать вот хорош вот этот классный вот мы тоже могу рекомендовать кто искал жемчуг вышивку вот берите вот у этого продавца маленький размер он знаете он правда вот вот я сейчас просматриваю вот эти вот места то есть ровненький он нет вот эти вот эти торцы аккуратные цвет очень красивый ровный ну вот я довольна нет такое ощущение что он на нитке был покрашен вот то есть ни одна ни одни бусинки не склеены между собой все аккуратные вот такой жемчуг вот этот классный ну что вот такие были у меня покупки в этот раз я все тут сложила в лоточек видите сейчас буду снимать это все с ниток и убирать вот вот такая красота чудесная вот ну что большое спасибо за внимание надеюсь я была вам полезной вдохновила вас на хорошие покупки или уберегла от ненужных ну а мы с вами увидимся в следующем видео до свидания